МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня от коронавируса скончались 908 человек, инфицированных более 40 тысяч. Еще более 20 тысяч находятся под подозрением. В целом динамика новых случаев заражения низкая. Мы также призываем граждан соблюдать все меры предосторожности. Потихоньку китайцы начинают возвращаться на работу. Этот процесс проходит по всей Поднебесной. За исключением эпицентра распространения эпидемии провинции Хубей. Производство частично возобновили такие крупные компании, как Тесла, Форд Мотор, Самсунг, а также другие предприятия. Но сотрудники некоторых организаций продолжают работать из дома. Компания, в которой я работаю, предпринимает все меры, чтобы обезопасить нас от заражения коронавирусом. Ежедневно проводится санитарная обработка. Также каждый сотрудник носит маску. Здание предприятия находится в изоляции. Количество людей, входящих внутрь, ограничено. Между тем, работа врачей не проходит впустую. Выздоровели уже свыше трех тысяч человек. К борьбе с вирусом присоединились и другие страны. Всемирная организация здравоохранения направила в Китай группу экспертов для изучения коронавируса. Обеспокоены ситуации вокруг эпидемии и публичные личности. Так, китайский актер Джеки Чан пообещал создателю вакцины миллион юаней. Мы начали тестировать вакцину на животных. Клинические испытания мы планируем начать к лету. Сейчас мы работаем над безопасностью и эффективностью изобретаемой вакцины. Пока ученые ищут противоядие от этого вируса, иностранные граждане, которые находятся на территории Китая, с разрешением властей возвращаются на родию. Продолжается и эвакуация казахстанцев. Сегодня за соотечественниками в Поднебесную отправился самолет авиакомпании «Эйрастана». Всего в КНР отправятся два самолета. Эвакуация продлится до 12 февраля. Пассажиры во время полета будут находиться в сопровождении медицинских работников. На данный момент на территории Китая находятся 719 граждан Казахстана. Из них около 400 человек попросили помощи в возвращении домой. Вера, мы следим за ситуацией. У меня на этом все. Спасибо большое, Василь. Василь Жанбарше с последними новостями о коронавирусе.